Привет, это канал Самый-самый. В этом выпуске знакомые всем мелодии и неожиданное открытие в творчестве самой знакомой металл группы. Коллектив Металлика по праву можно назвать отцами основателями классического рока. Группа была сформирована в 1981 году, с тех пор ее состав неоднократно менялся. Однако два участника были в группе все время с момента ее основания. Это вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих. Дискография группы на сегодняшний момент не считывает 10 студийных альбомов, а сам коллектив получил звание лучшей металл группы с подачей журнала Теринг в любимом издании поклонников тяжелой музыки. Как и у любой музыкальной группы, у Металлики были свои творческие взлеты и падения. Однако некоторые их песни до сих пор считаются лучшими из лучших. О них не забывают, несмотря на то, что с момента их выпуска прошли десятилетия. Несмотря на это, первые альбомы коллектива не получили такого признания, которое заслужило. А зря, не теряя творчества Металлики было болеет и на хиты. Сегодня мы поговорим о 10 лучших песнях, выпущенных как раз на ранних альбомах группы, а именно на первых четырех. Первая пластинка в 1983-м стала Kill Them All, затем через год вышла Ride the Lighting. В 1986-м году группу выпустила легендальную пластинку Master of Puppets, а через два года после нее And Just For All. Итак, переходим к рейтингу. Эта песня была выпущена на третьем середином альбоме группы. Помимо запоминающихся детальных рифов, которые давно стали визитными как лучшие группы, эта песня попадает в топ лучших, где утре основанную тексту. Ее название переводится как «Одноразовые герои», и в ней рассказывается об ужасской войне и безнадеянности поводления солдат. Этот текст в сочетании с характерным стилем группы вызывает достаточно сильное впечатление, так что эта песня открывает наш топ-10 лучшую композицию. Эта песня также была выпущена в составе альбома Master of Puppets. Она так полюбилась публике 80-х, что группа включала ее практически в каждый свой концертный саттлист. Кроме того, структура этой песни достаточно интересна для тех, кто увлекается музыкой. Группа совместила элементы металла и непривычные для жанра акустической гитары, на минуте 06 резко оборвав детальные партии. После этого музыка создает только видом секса и ударного. Эта песня открывает четвертый студийный альбом группы. Она рассказывает о последствиях ядерной войны для человечества, вечной зимы и страшной жизни, в которой зубы сами взрывают себя конфликтами, и воинами. Интересное звучание, сочетаясь с злободными текстами, дает этой песне 8 место в нашем сегодняшнем топе. Эта песня посвящена произведению Хемингуэя, по ком звонит колокол. Интересно, что композиция была придумана и написана Клиффом Бертоном, бас-гитаристом группы, а ее начало было придумано даже для того, как Клифф Бертон вошел в состав коллектива. Однако, эта литературная аллюзия, выполненная в неизменном стиле группы, идеально дополняет альбом, так что среди лучших песен ее можно поставить на 7 место. Эта композиция содержит целых 4 соло, из которых наиболее примечательным является соло Клиффа Бертона. Эта песня использовалась группой для названия концерта в его честь. Выступление получило название Orion Music and Mop, а соло из этой композиции стало одним из знаковых для Бертона. Эта песня стала одной из любимых среди фонетов металлики, в основном из-за своей ритменности, а еще маниакального, узлащающего смеха в композиции. Текст песни, кстати, далеко не веселый. Он рассказывает об эффекте, который наркотики производят для человека, делая его абсолютно безвольно. На сегодняшний день песня все еще не теряет своей популярностью, что дает ей уверенное 5 место в этом рейтинге. Эта песня стала последним в написании которой принимали участие Бертон и Хэммит, которые на тот момент еще были в составе группы. Песня выпущена на третьем студийном альбоме, в честь нее назван был один из туров группы. Текст песни рассказывает о бессмысленности и жестокости, о ненависти разрушениях, которые может внести человек. Интересно отметить, что Вене Чинг, одна из немногих композиций, и ваша чехолина металлика задетокирует. Композиция, занявшая третье место в нашем рейтинге, стала синглом альбома Master of Puppets, а также дала название одному из туров коллектива. Эта песня была вдохновлена произведением, прилетая на князде к кукушке, а ее текст рассказывает о сумасшествии и тюрьме внутри собственного сознания. За такую мощную лирику в сочетании с ударным ритмом и гитарным соло дает композиции третье место. Эта роль баллады занимает почетную позицию не только в нашем рейтинге, она стала первым синглом группы, попавшим в топ-40 по версии Billboard. Интересные звуковые эффекты в сочетании запоминающейся и гармоничной мелодии дают песне вторую позицию в нашем рейтинге. Эта песня не случайно занимает первое место в нашем топе. Во-первых, это первая баллада, выпущенная группой с момента начала их творчества. А во-вторых, острая тема не дает этой композиции устаревать. Текст песни рассказывает о человеке, который борется с собой, в итоге проигрывая и кончая жизнь самоубийством. Эта песня стала одной из самых знаковых и узнаваемых в творчестве группы, что обеспечило ей первое место среди ранних композиций. Понравилось видео? Поставьте лайк и поделитесь с друзьями в соцсетях.